С 1 января 2023 года вводится новый порядок учета налоговых платежей – единый налоговый счет. Изменения коснутся практически всех. Как теперь вносить платежи по новой системе? ЕНС – это единый налоговый счет. Благодаря ему, плательщик всегда будет понимать, должен ли он государству, либо может распорядиться положительным остатком по своему усмотрению. При использовании единого налогового счета невозможна ситуация, когда одновременно есть переплата по какому-то налогу и задолженность по другому счету. Не будут теряться платежи, пропадет необходимость уточнения, проведения зачетов. Средства плательщиками будут перечисляться единым налоговым платежом, то есть одним платежным документом. Если этот платежный документ будет формироваться в личном кабинете, то тогда нужно заполнить просто сумму. Если через другие системы, то указать три реквизита – ИНН, КПП и сумму платежа. Надо обратить внимание на то, что все платежи будут зачисляться на счет управления Федерального казначейства по Тульской области и оттуда уже распределяться по всем регионам и городам. Благодаря единому налоговому счету упрощается платежный календарь для налогоплательщиков, в частности, для предпринимателей и юридических лиц. Будет единый срок подачи всех деклараций или уведомлений – это 25 число месяца. И единый срок уплаты – 28 число месяца. Возникает новая обязанность – это уведомление об исчисленных суммах налога. Уведомление нужно будет подавать в том случае, если срок уплаты раньше, чем срок подачи декларации. Это касается единого социального налога, это касается упрощенной системы налогообложения и налога на доходы физических лиц. Также исчезнет понятие трехлетнего срока давности, а переплату можно вернуть или передать другому лицу по заявлению. Продолжение следует...